МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...знали об этом. Например, фонд развития промышленности, кредитование 1-5%. Очень интересные инструменты, в том числе и для малых предприятий. Да, непросто, да, надо много бумаг заполнять, да, нужен эффективный бизнес-план. Но это реальные предприятия получают реальную поддержку. Идет программа повышения производительности труда совместно с Росатомом. Да, критерии достаточно высокие, участники этой программы от 400 миллионов выручка. Но, тем не менее, это малый бизнес, и есть предприятия, которые активно в ней участвуют. Экс-министр предпринимательства Нижегородской области Денис Лабуза отправляет предпринимателей за дешевыми деньгами в гарантийный фонд региона. По итогам прошлого года через программы фонда бизнесмены получили около 700 миллионов рублей, микрозаймов и около 1 тысячи поручительств по кредитам на общую сумму 4 миллиарда рублей. Процентные ставки в фонде действительно ниже, но и здесь до идеала далеко. Наши компании, несмотря на то, что, ну, наверное, все-таки не совсем равны правилам игры, потому что сегодня энергоносители Нижегородской области зашкаливают, да, процентные ставки все равно их сложно сравнивать с европейскими. Вот даже при понижении, да, ну, если мы говорим в Европе кредитование, там, полтора-два процента, а зачастую это вообще ноль, потому что на создание рабочих мест, на новые виды продукции у них тоже свои дотации, тоже свои виды поддержки, а у нас пусть даже из в льготных режимах это там 8,5%, а если в простом варианте, то это и все там 12-13 и так далее. Кредиты для малого и среднего бизнеса – это большой риск для частных банков. Банкирам нужна гарантия того, что выданные деньги им вернутся. Заемщиков изучают досконально. Кроме того, в своей работе банки отталкиваются от ключевой ставки рефинансирования ЦБРФ. Если она будет ниже, то и кредиты смогут выдавать под более низкий процент. Малый и средний бизнес по определению, в силу своей специфики, он более рискованный с точки зрения, там, смотреть конкретного предпринимателя. С другой стороны, если смотреть по тяжести потерь, то у крупного бизнеса цена вот этого риска намного выше. Собственно говоря, поэтому задача какая? Это отлаженные процедуры, своевременный мониторинг и грамотность тех клиентов, предпринимателей, с которыми мы работаем. Главным же тормозом для развития предпринимательства в регионе и стране в целом эксперты называют налоговую нагрузку. Она растет постоянно, в отличие от потребительского спроса. Евгений Деревянко, Антон Ганин, Никита Вертлин. Столица Нижняя.